Ту чекушку, которую ты выпил, зарабатывает на нас, понимаете? Самую преисподнюю. Вся сила в плавках. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня нахожусь на заводе по производству утеплителя и проведу вам подробнейшую экскурсию, как производится утеплитель от начала и до конца. Именно от сырья до упаковки. Это будет интересный день. Пойдемте со мной. Экскурсию на заводе нам проведет Дмитрий Штабрат. Дмитрий, нас интересует все от теплоизоляции, которую вы производите, с чего она рождается, как происходит процесс до упаковки и отправки на объекты. На рынке существует много понятий. Базальтовый утеплитель, каменная вата, стекловата, минеральная вата. И у меня даже самые клиенты путаются, и у меня постоянно просят разъяснения. Можете вот как-то обобщить это все, классифицировать? Каменная вата или стекловолокно, оно уже зависит от способа получения этого волокна. А базальтовый утеплитель, это что у нас? Отличаются, они отличаются составом исходного волокна. Совершенно другое поколение материалов. Расскажите, пожалуйста, об экологичности. Это феноформальнегидные смолы. Не используют синтетических смол вообще. Это природное связующее на основе растительного сырья, которое абсолютно безвредно для организма человека. А что за сырье это такое, органическое? Я, к сожалению, не имею права... Это секрет, самая суть, и сразу патент, секрет. Да, наш состав стекловолокна... По сути, это стекловолокно, правильно? Больше. Ну, я понял. Стекловолокно негативно воспринимают термин стекловолокно. Хотя, по большому счету, по сути, это так и есть. Но стараются не использовать этот термин. А мы сейчас где, Дмитрий, находимся? Мы сейчас находимся здесь, в основном в производственном помещении. А где вот ваше самое главное, так сказать, сердце завода? Где печь? Печь находится вот здесь. А, вот где трубы? Да. Вижу, а это склады, наверное, да? Да, это склад готовой продукции. Что ж, пойдемте на производство. Вы все увидите, начнем мы с самого начала. Сырья, прям с чего готовится? Вот приезжает сырье. Мы сейчас идем в сырьевый цепь. Увидите в том числе очистку, сортировку тарного стеклобоя. Детишки в школах мечом разбивают окна, потом их метелочкой подметают стекла и привозят сюда со всех школ. Тарное стекло. Вот видите, пивные в основном бутылки, битое стекло с примесями песка, грязи и прочих там, пробки и так далее. Оно еще требует сортировки. Но, как мне сказали, это сырье дешевле по закупке, видимо. Коля, ту чекушку, которую ты выпил, бросил возле метро, вот она. Сюда потом приезжает. Конечно, в трепешке. Завод, на котором мы находимся, он имеет свою автономную электроподстанцию, видите, чтобы обеспечивать мощности, которые довольно-таки внушительные. И есть, вон, видите, два баллона, кислородная станция. В печь попадает газ с кислородом и он варит производно. Плавит, плавит. Плавит. Варит, плавит, я не знаю. Я помню, что металлурги говорят, вся сила в плавках. Меня поправляют стекольщики, говорят, варка все-таки стекла. Прямоугольное такое здание, бункер, формируют шехту. А шехта – это смесь компонентов. Песок, кварц, сода, доломит, измясняк, полевой шпат. А бура – непосредственно компонент в мешках. Вот я вижу маден турки. Вот еще одно сырье, которое потребуется для варки стекла – это сода. Мы в начале конвейера. И по этой галерее, где находится транспортер внутри, вот эта смесь компонентов попадает уже непосредственно ближе к печи. Готовится к варке. Кто не знает, это называется силак-трак. Это емкость, которая сыпучие сырьевые компоненты транспортирует, так сказать, отгружает, погружает ее. Сейчас как раз происходит момент разгрузки. Разгружается известняк. Каждый рукав он помечен. Доломит, известняк, также песок и бура. А вот и приемный бункер старного стекла. Компания, которая использует вторичную тару, она, в принципе, носит свой вклад в экологию. Проще, конечно, закупить готовое сырье, оно и красивее, но вторичная тара требует дополнительной отработки и сортировки. Это называется внутреннее стекло, грубо говоря, стекло, которое было сварено на этом производстве, но не пошло в производство. И эта крошка стеклянная хранится здесь, она пойдет в повторном печь. Этот завод работает в цикле 24 на 7. И, например, вот эта печь, которая сделана 8 лет назад, она ни разу еще не останавливалась. Но бывает то, что производство не может выработать все сваренное стекло, и остаток или излишек, он поступает сюда. Где оно охлаждается водой, и при встрече водой она лопается на мелкие фракции. И остаток вот сваренного стекла, которое тоже пойдет в производство, хранят здесь. Вот такой вот, как бы мне объяснили цикл. Мы направляемся к самому сердцу завода, к печи. Здесь, скажем, нулевой уровень, печь сверху. Здесь транспортируется на этом уровне сырье под закладку в печь. Так, ребята, вот сердце этого завода. Искусственное жерло вулкана, можно сказать. Вот видно, как отходящие газы поднимаются и уходят в трубу. А по вот этим резервуарам попадает сырье в саму печь, где происходит варка стекла. В жрелище завораживающе. Мы специально понижаем шум, и в ушах наших берушек шумно, как нам сказали, около 80 дБ. Было стекло, а станет утеплитель. Дмитрий, ну хорошо, вот допустим, мы из многих компонентов сварили стекло. Это какая-то жидкая субстанция. Все верно. В жидкости. Стекло в жидком виде, в расплавленном жидком виде поступает на волокнообразователь. Ну а как же мы привыкли видеть эту мат утеплителя, который мягкий, воздушный. Как вот она с него дальше получается-то? С жидкого стекла. Я ума не приложу. То есть из жидкого стекла получается волокно посредством волокнообразования. Волокнообразование. Да, стекло подается в специальный волокнообразователь, в котором находится спиннер. В этом спиннере стекло расщепляется на мелкие волокно. Температура внутри печи достигает 1400 градусов по Цельсию. В принципе, можно и металл варить, хотя смотря какой. А сейчас я попытаюсь заглянуть в самую преисподнюю. После печи стекло делится на 10 маленьких струек. И струя маленькая стекловолокна попадает на волокнопреобразователь. И сам процесс, к сожалению, нам не разрешили снять по причине секрета, так сказать, производства. И эта технология запатентованная. И не имеет права распространяться в средствах массовой информации. Но скажу одно, что стекло преобразуется в стекловолокно путем как бобрит с ваткой ваты. Вы видели, вата воздушная. Путем нагнетания воздуха оно как бы растягивается, делится на много мелких частиц. И получается такая, видишь, стекловата. Пойдем дальше. Мат, то, что мы видим, видите, по транспортеру направляется. Здесь подизвестный утеплитель 37-й группы. Плотность 37-я, да, наверное? Да. Так называют утеплитель толщиной 100 мм. Есть еще утеплитель диаметром 50 мм. Так вот эту толщину специальная пила будет пилить пополам. Дальше транспортер подает этот мат в следующий резервуар, так называемая печь полимеризации. Где происходит сушка этого сырья и полимеризация. То есть связующие. При нажатии вот эти полимеры возвращают, так сказать, утеплитель в свою форму. Вот если сейчас на вот это стекловолокно нажать рукой, она сплющится. А полимеры уже добавляют вот этот эффект объемности, да, и плотности. Все мы, наверное, с детства помним на стройках, кто помнит, стекловату тоже делали в Советском Союзе. Советская стекловата кололась и так далее. А сейчас технологии таковы, что вот, пожалуйста, я вращаю стекловату. Я не скажу, что приятно, но безопасно. Внутри завода мы перемещаемся по определенным правилам. Вот эта линия печи, которая длиной 42 метра. После обработки и полимеризации выходит готовый мак утеплителя толщиной 100 мм. Он пока идет целым под полотном, ему еще предстоит резка, фасовка и упаковка. И монтаж на кровлю. Я все могу понять, технологии 21 век. Но вот это для чего? Это специальный инструмент для того, чтобы в начале, как запуск производства, после какого-то простоя. Первичный, да, там? Да, первичный. Какой огромный цех. Вот этим цехом и печью полимеризации управляет всего лишь один человек. Который сидит и смотрит только в мониторы, все автоматизировано. И он же управляет тем веслом. Я уже понимаю, что производится продольная резка мата утеплителя. Стандартная ширина утеплителя, я сам знаю, что 600 мм. И видите, он, в принципе, целый мат утеплителя делит на 4 потока. На, получается, 4 продольные линии. Вот так они дальше движутся по линии. А поперечно он как раз рубит по метру. Я знаю стандарт утепления 600 на метр, скорее всего. А вот эта пила еще одна, которая продольная резка. Здесь утеплитель 100 мм, бывает и 50. Он продольно может распускать. В данный момент она не работает, потому что 100-й мат. А вот непосредственно гильотина, которая уже разрубает мат поперек. Штабилирование. Уже нарезанный утеплитель складывают в определенное количество и форму. Здесь происходит контроль качества партии. Да, то есть каждая партия контролируется по определенным качественным характеристикам. Даже, видите, как экономят на упаковке. Его именно спрессовывают, чтобы вот этот объем был как бы меньше. При прибытии на объект на стройку объем увеличился 82. В два раза. А это значит, что экономная транспортировка, где-то и логистика и так далее. Но это еще не все. Производится так называемая мультиупаковка. Формируют упаковку из шести упаковок и еще ее спрессовывают. Вот посмотрите. То есть мы как бы уменьшаем объем, наполняем автомобиль, я не знаю, транспорт, доставляем на объекты, раскрываем упаковку и объем становится, который нам нужен. Но чудеса же. А все упирается в денюжки, денюжки, на которых нас зарабатывают, на нас, понимаете. Даже место на складе, оно имеет свою цену, если она заполнена или нет. И чем больше места на складе, объема, соответственно, тем выгоднее. Толщина меры горящие. Это пакет. Это такой щуп и, видимо, толщину он, чтобы соответствовал. Вырезается образец на определение теплопроводности. Вырезается образец на определение количества пыльности и водопоплощения. Мы сейчас проверим сами, мы никому не верим. Вот смотрите, на восстанавливаемость. Да что там стесняться. Ну, смотрите, да, видите, мат держит форму, согласен. В любом производстве есть какой-то процент соотношения брака. Здесь он тоже присутствует в таком бесформенном состоянии. Он тоже идет на вторичное использование. Измельчается и используется как армирующие волокна для потолочной плитки гипсовой. Амстру. Чтобы не трескался гипс прессованный, добавляют в качестве армирующего слоя вот эти стекловолокна. Так, вот это тюк на объект Крофмонтаж. Ушел Крофмонтаж. Так. Итак, дорогие друзья, все на этом экскурсия наша закончена. Как делается, производится, из чего утеплитель. Надеюсь, это видео было познавательное, интересное для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был я, Мороз Алексей, компания Крофмонтаж. Пока! Субтитры подогнал «Симон»